Пожар. Бежим. Теракт. Закрываемся изнутри. Мы были на семинаре, и один мальчик, наш конкурсник, сказал, что стреляют. Мы сначала не поверили в это. Мы думали, что это дурацкая шутка. И потом, когда мы зашли сами в беседу и видели фотографии, где люди в крови лежат, мы поняли, что это реальность. Он стреляет. Мы стоим в курилке. И как только мы поняли, что он стреляет по нам, мы начали забегать, как стадо овец, как я уже говорила. Он как пастух нас загонял просто в эту проходную. И все, и мы бежали. Пришел инженер. Я была в компьютерном классе. И сказал, что стреляют. Я слышала звук, я думала, что что-то упало. Мы с ним корпус. И нас закрыли с ребятами там. И мы сидели, ждали. Потом пришла служба МЧС, видимо, я не знаю, кто. Нас всех вывели аккуратно. Помолимся, Господи, помилуй. Отпустите все всякие болезни, печали, воздухали. Мы с утра были на экскурсии. У нас создалось новое управление весной. И благодаря тому, что я довольно многословна, мы вместо того, чтобы за полчаса экскурсию провести, мы пробыли там больше часа. Моя студентка шла на пару, не опаздывая. Она пострадала, она в больнице лежит. А я, благодаря тому, что мы шли с мероприятия, с этого, опаздывая, я и моя команда остались живы. Мы в шоке, потому что каждый день приходим сюда на учебу и не знали даже, что такое может у нас, в нашем родном университете случиться. Целый день вчера следили за новостями, ну, как и все, переживали. Мы все вышли через переход. Кто бежал, всех забрали, закрыли переход. Открыли конференц-зал, всех завели в конференц-зал, закрылись все изнутри. Да, соответственно, мы уже по инструкциям всем сообщили, вызвали скорую, поскольку был мальчик, у него было ранение касательное. Вызвали скорую, сообщили всем службам, сообщили ректору и дальше уже по инструкции действовали. Вы говорите, действовали по инструкции. А что это за инструкции, откуда они у вас и когда они появились? У Кермского университета есть паспорт безопасности. В соответствии с паспортом безопасности разработаны разного рода инструкции. Понятно, что я всех нюансов могу не помнить, но мы точно знаем две команды. Пожар, бежим, теракт, закрываемся изнутри. У нас сейчас открылся фонд, фонд помощи пострадавшим ребятам. Сейчас скидывают исключительно такую информацию о донорстве, сдаче крови, сборе денег и так далее. То, что произошло вчера, осталось вчера, и все стараются это забыть, вспоминать, и так, особенно, все знаем. Закотелось помочь людям, которые как бы страдали. Да и в принципе, в дальнейшем, когда кровь будет храниться, возможно, поможет каким-то другим людям. У меня близкие друзья, коллеги, очень много там знакомых, которые учатся, которые были вчера во время стрельбы. Моя лучшая подруга была там во время этого. Я с подругой пытаюсь разговаривать каждый день на счет того, как она себя чувствует, нужно ли ей помочь, поддержать. Она говорит то, что в какой-то момент начала задумываться о жизни, о том, почему это все происходит и зачем ей это нужно. Вот я просто пытаюсь ее оградить от стресса и как-то помочь пережить эту ситуацию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok